ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Слуцкий. Александр, доброе утро вам. А также заместитель, председатель Белорусской Федерации велосипедного спорта Виталий Жмака. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, как вы докатились до такой жизни на велосипедах? Вы хоть сами ездите на велосипедах или уже давно в чиновничьи кресла пересели? В чиновничьи кресла велосипедные. Конечно, ездим. Каждый выходной мы выезжаем. У нас группа ветеранов. Мы выезжаем, собираемся еженедельно. Порядка 100-120 километров проезжаем. Там есть и люди старшего возраста, где-то 60-70 лет. И только те, кто только-только закончил свою спортивную карьеру. Ты хотела сказать, что на ветерана-то вы не очень-то похожи. Ветерана велосипедного спорта. Ну, да. Я понимаю, что есть гонщики, которым и 40 лет, они еще выступают за профессиональные клубы. А в каком возрасте заканчивается карьера велогонщика? Ну, расцвет велогонщика в зрелом возрасте. После 25 лет, как правило, он раскрывается, как гонщик. А закрывается? Ну, по-разному. Есть 42 года выигрывают еще Tour de France. У нас еще все впереди, можно сказать. Александр, вы член наблюдательного совета. Вот наблюдательный совет, вы сидите с подзорной трубой и наблюдаете, чем занимаются участники клуба? В принципе, главная задача наблюдательного совета – это курировать вопросы деятельности велосипедного клуба «Минск» и курировать вопросы развития велосипедного клуба «Минск». То есть вы скованы одной цепью? В тандеме. Да, с Виталием. Все-таки мы в тандеме. Все-таки мы в тандеме. Ну, и давайте поговорим, как обстоят дела у нас с велосипедным спортом, профессиональным и любительским в Беларуси. В последнее время, действительно, ну, тут, что говорить, очень много делается, да, по крайней мере, в Минске, для того, чтобы велоспорт развивался. У нас и новые велодорожки постоянно проектируются, организуются. Помимо того, что велодорожки, с каждым годом прибавляется их количество велодорожек, то я вот, у меня такая информация, что в прошлом году, в 2014 году, продано было велосипедов только в Минске более трех тысяч. Ого! Поэтому, вы, наверное, сами видите по дорогам, что уже с каждым годом все больше и больше становится, как и машин, но так и велосипедистов. Этим автомобилистам даже проехать негде. Ну ладно, автомобилисты. Кругом одни, понимаешь, велосипеды. Давайте про пешеходов поговорим, потому что очень часто не автомобилисты, большая часть, не дружат с велосипедистами, а именно пешеходы. Жалуются все друг на друга. Один, значит, что пешеходы идут по велосипедной дорожке, другие говорят, что вот тут разъездились. Основные велосипедисты говорят, нас чуть ли не руками толкают, когда мимо проезжаешь. Когда у нас эта культура общения между пешеходами и велосипедистами появится и разовьется? Ну тут, в принципе, и Беларусь, и Минск не отличаются от других стран. Мы в общей тенденции. Такая же проблема была, если брать опыт прошлых стран и наших ближайших европейских соседей, у них тоже было недовольство между пешеходом и велосипедистом. То есть по мере развития велоинфраструктуры, по мере, скажем, развития культуры вождения на велосипеде, появится вот это уважение друг друга пешехода и велосипедиста. То есть мы в нормальной стадии развития велодвижения. А если говорить про Минск и территорию бывшего Советского Союза, то Минск в какой-то степени является примером или лидером с точки зрения развития велодвижения, велокультуры на территории бывшего Советского Союза. Как приятно, да. Но, тем не менее, некоторые считают, что уже приняли такой закон, когда велосипедист может не спешиваться на зебре. Давайте конкретно четко скажем. Есть такое или нет еще? Я просто поясню. Для всех велосипедистов, понимаете, когда велосипедист появляется вдруг из ниоткуда, потому что он в наушниках с капюшоном сверху на голове, и водитель в это время не видит, что скорость-то разная, он медленно поворачивает, а велосипедист выскакивает на пешеходный переход из шкатулки, чертик. Поэтому это, конечно, очень сложно резко остановиться. Наболело, понимаете? Наболело всем, я думаю, что не только мне. Как вот, как велосипедисты, вы к этому относитесь? Ну, конечно, отрицательно мы относимся. Дело в том, что, допустим, в Европе велосипедистов очень уважают и пропускают. Как пешеходов, так и велосипедистов. То есть при повороте направо и видеть, что если велодорожка есть, он всегда велосипедистов пропустит. Это если есть велодорожка. У нас не всегда велодорожки на перекрестке. А велосипедист-то должен как-то обращаться? Понятно, что он имеет права, а обязанности? Он является участником дорожного движения, поэтому должен соблюдать правила, ехать только на зеленый свет, перепроводить направо-налево. Во-первых, налево велосипедистов поворот запрещен. А направо должен пропустить пешеходов. Это как правило. Давайте четко скажем, должен ли спешиваться велосипедист сейчас у нас в Беларуси на пешеходном переходе, если это не велосипедная дорожка, обычный пешеходный переход. Должен спешиваться. Все услышали. Будем надеяться. Давайте уважать друг друга и предотвращать какие-то неприятные ситуации на дороге. Давайте поговорим о самом вкусном, об открытии велосезона. Наверняка многие его и не закрывали. Давайте все-таки, Александр, вы нам расскажете. С точки зрения открытия велосезона, по сути, он уже открылся. В этом году этому благоприятствует погода. Короткая зима и практически ее отсутствие. Ну и прекрасные весенние теплые дни, которые уже начались. С точки зрения, если брать официально, то Белорусская Федерация Велосипедного Спорта, Велосипедный Клуб Минск вместе с поддержкой партнеров планируют открыть велосипедный сезон 25 апреля. Это будет очень красивое мероприятие, где попытаемся вовлечь максимальное количество велолюбителей и даже устроить легкий конкурс между районами города Минска, чтобы понять, где больше велолюбителей. Возможно, даже оно подойдет под слоганом «Ты с какого района?» Ух ты! Район на район! Район на район, да. Ну это здорово! У нас припянулось в каждом из нас о каких-то ностальгических воспоминаниях. Это будет возле Дворца Спорта, поэтому приглашаем. Можно приглашать со своими пацанами. Всех велосипедов приглашаем, да. Велосипедов большое количество, разных видов совершенно. Тут видишь с низким седлом велосипед, да, там прыгают какие-то, делают кульбиты на нем. Тут видишь велосипед горный, тут редко видишь прогулочные, сейчас их стало больше. Какой велосипед нужно использовать в городских условиях? Давайте расскажем всем. По видам велосипедов их действительно много, начиная от классических дорожных велосипедов, горных, спортивных и так далее. Если говорить про прошедший период, то больше были в моде горные велосипеды, то есть молодежь подсела, можно сказать, на горные велосипеды. Хотя, если говорить про город, в городе правильно использовать велосипед комфортный или городской велосипед, это более приемлемый вариант для комфортной городской езды, когда велосипед используется как средство передвижения и как средство комфортной езды по городу. А если выезжать за пределы города, ну, например, едешь ты на дачу, берешь с собой велосипед, на прогулочном это можно совершить? Едешь на велосипеде, на дачу. Ну, да, и меняешь, там сразу пересаживаешься с прогулочного на горный, да? Надо ли менять коня на переправе? Да. Скажем так, при всем богатстве выбора можно менять, можно не менять. То есть человек каждый выбирает, что ему нравится. Здесь, скорее всего, будет влиять внутреннее настроение, внутреннее ожидание, ну и возраст велосипедиста. Кому-то будет интереснее ехать на горном велосипеде, это более агрессивная езда. Кому-то, кто-то хочет поездку более комфортно, соответственно, велосипед должен быть просто иная посадка, иная система амортизации и, скажем так, комфортный велосипед городской или гибридный. Есть еще велосипед гибридный, который можно использовать для езды по городу и по бездорожью. И по ступенькам подъезда. И по ступенькам подъезда. И каждый из этих вариантов все равно должен быть оборудован какими-то специальными средствами, правильно? Ну, есть же у нас какое-то требование, так или иначе, какие-то требования. Как видеть велосипед вообще? Что обязательно должно быть на велосипеде? Обязательно должен быть проблесковый маячок, обязательно, да, и впереди отражатель, светоотражатель. Это обязательно. Допустим, в Европе, то если сумерки наступать, спускаются, да, и у тебя нет отражателя, нет значка, полицейский вправе забрать этот велосипед. То есть надо спуститься и пешочком его вести рядом с собой. Тогда ты имеешь право быть рядом со своим другом, да? Виталий, ну-ка, и вы уже начали говорить нам, расскажите, пожалуйста, о каких-то профессиональных спортивных мероприятиях, которые наверняка у нас тоже намечаются? Ну, я, значит, сезон практически начался, первые старты уже прошли в Бресте, и есть первые результаты. Но это наши белорусские соревнования, приглашают все областя, и город Минск участвует. Ну, и хочется сказать про наши международные соревнования. Ну, в прошлом году мы провели соревнование Гран-при города Минска на велотреке. Было у нас порядка семи команд. Да, в этом году мы тоже планируем 19-20 мая провести Гран-при города Минска. И это по треку, тоже приглашаем мы всех болельщиков, кто любит велосипедного спорта, посмотреть, потому что приедут, да, многие гонщики знаменитые. Вот приятно будет посмотреть, там, не знаю, автографы взять, что-то еще. Рядом прокатиться. Да, и 4-5 июля будет Гран-при по шоссе. Планируется гонка по центру города, чуть ли не по самому центру. То есть город закроют, я так понимаю. Да, 4-5 июля. 5 июля? 4-5 июля, 2 гонки будут. Имейте в виду. Да, поэтому там будут проблемы с перемещением по городу в Минск. Трасса согласовывается еще, есть несколько вариантов. В общем, сотрудники ГАЭТа проблем не будет, кто будет на велосипеде, для тех проблем не будет. А, ну, конечно, в принципе, в принципе. Да, но я еще хочу сказать, что у нас в прошлом году создалась профессиональная команда, спортивный клуб, не спортивный клуб, а Минск, название, да. Там наши собраны все самые лучшие гонщики, белорусы. Вот, появились уже первые старты, первые подиумы. Они выступали в Гран-при Сочи, значит, в Краснодаре, в Адыгее. И вот, и уже первые подиумы. Так что, я считаю, что это скоро, как Тур-де-Франс показывает Джиро де Италия по телевизору. Тур-де-Минск будет. Возможно, наша команда будет в недалеком будущем выступать на этих соревнованиях. Тур у Минска, я бы так сказала, если уже так аутентично переводим на язык. В любом случае, это здорово. Здорово, что велосипедный спорт не канул в лету, а развивается и достаточно успешно. Я слышал, что у нас еще достаточно успешно развиваются волонтерские школы. Что это такое для достаточного волонтеров? Здесь, наверное, отметить, что вообще в целом велосипед стал модный. И мне кажется, что это долгосрочно. Помимо того, что модно, это такая долгосрочная тенденция, велодвижение. И велосипед позволяет очень многим выразить себя через взаимодействие с единомышленниками, создание сообществ. И вот волонтерские такие движения, которые формируются на базе мастерских, веломастерских, или на базе школ учения в вождении, когда сформируется группа ребят, и они условно собираются, чтобы вместе друг другу помочь, друг друга поддержать. Очень прекрасное движение, очень прекрасное начало. Звездочку поменять, например. В том числе, наверное... Это очень важно, если на самом деле никого рядом нету из тех, кто мог бы помочь, и есть такое какое-то сообщество единомышленное. Вот у меня здесь ты был как, пробил колесо, и накачать не можешь. А теперь, пожалуйста, становишься на велодорожку. А ну, знаете, чем хорошо? Хорошо. Когда вот мы входим в этот век более информационных планшетов и тому подобных устройств, велосипед является одним из элементов такого, знаете, инструмента социума. Действительно, это так? То есть поэтому оно... И не в последнюю очередь, благодаря вам, конечно, наши дорогие гости сегодня, за то, что вы вносите свой вклад в развитие велоспорта, как профессионального, так и любительского. Это очень здорово. Действительно, я напомню, что в студии «Хорошего настроения» о велосезоне. Мы говорили с нашими гостями, членом обладательного совета велосипедного клуба «Минск» Александром Слуцким, а также заместителем председателя Белорусской Федерации велосипедного спорта Виталием Жмаком. Спасибо еще раз за интересную беседу. Удачи вам на ваших стартах, любительских, профессиональных. Заезжайте к нам на велосипедах и без. Дорогие друзья, спасибо за приглашение на эту передачу. И в конце только хочется одного сказать. Все на велосипед. Точно, именно так мы, пожалуй, и поступим. Хотя, для начала посмотрим новости 24 часа. Продолжение следует...